В Татарстане судят известный фастфуд. На сеть ресторанов пожаловался один из жителей Казани. Мусульманина возмутила то, что гамбургеры и чизбургеры не соответствуют халельным нормам. Поэтому правоверные опасаются там обедать. Вот и решил мужчина через суд узнать, что добавляют в знаменитые булочки и котлеты. Равиль Мухменов тоже заглянул в рецепт. Самого исца Равиля Файзулина ни журналисты, ни ответчики, ни даже сам судья в лицо никогда не видели. На заседании его представляло доверенное лицо. У него нет времени на посещение, поэтому его интерес представляю я. Суть дела в том, что в июне месяце этого года, когда у мусульман шел священный месяц Рамазан и пост, Файзулин зашел в ресторан быстрого питания, заказал бутерброд и задался вопросом, а из чего он, собственно, сделан? То есть халяльна ли эта продукция, подходит ли мусульманину? На месте он ответа не получил, не смогли внести ясность. И в головном офисе пришлось довести дело о начинке до суда. Всего было три заседания. На первом американский ресторан для заключения мировой предоставил список ингредиентов на всю продукцию, но не ответил на следующие вопросы. Срок годности и условия хранения сэндвичей, а также имеются ли противопоказания? По сути, в суде искали ответ по трём последним вопросам. В начале представитель фастфуда пытался выяснить, а был ли Файзулин вообще в ресторане? Если был, тогда почему не оставил запись книги, жалпы предложений? Представители и сапарировали. Буквально вчера ходили вновь. Пресловутую книгу не нашли, зато купили сэндвич, который предложили съесть ответчику прямо в зале судебного заседания. Вот мы купили, как уже было сказано, бутерброд, да, назовём его так. Вот мы не знаем, там не написано, когда он был приготовлен. Когда же начало срока годности? Когда эти два часа начнутся? Ну, конечно. Может быть, он был приготовлен давно уже. Горячее блюдо – это продукт питания, предназначенный в пищу. То есть, можно, конечно, им в футбол играть, да, но все нормальные люди его кушают. Каша-манка остынет, да, и мы его же есть не должны. Это же тоже горячее блюдо, тоже по такой логике футбол можно играть. Вам говорится про два часа. В ходе судебного процесса выяснилось, что потребитель фастфуда за информацией сначала должен обратиться в уголок потребителя. А уже потом, если у него есть дополнительные вопросы, к менеджеру ресторана. Более полная информация по тому или иному сэндвичу содержится в технико-технологических картах. Но и там представители ИСЦА не нашли срока годности. Посмотрите, пожалуйста, я вас прошу. Давайте не надо здесь устраивать вот этот цирк. Я цирк не устраиваю. По существу. По существу. Ответчик сказал, что сроки не доводятся годности хранения, реализации, не доводятся до сведения потребителей. Эта информация не предусмотрена ГОСТом. Разгадать тайны фастфуда не удалось. Вопрос, вреден ли американский бутерброд для мусульманина, представителей другой конфессии или даже атеиста, так и остался без ответа. А суд в иске отказал. Надеемся, что суд все-таки услышал, что мы были услышаны судом, что все наши доводы нашли отражение в рамках дела. И мы сможем как-то мотивированно предоставить свои жалобы, если у нас будет. Если мы не согласимся с решением суда. Для нас решение странное. Так что будет новое заседание уже в Верховном суде Республики. Но после праздников елочка в зале суда как бы намекала, что скоро Новый год и не надо ссориться. Лучше уже начать составлять меню праздничного стола. Равиль Мукмянов, Марат Зайдулин, Альберт Сабиров. Пятый канал. Казань.